Доброго времени суток, дорогие друзья, подписчики и подписчицы. Перед началом видео хотелось бы поблагодарить, кто смотрите. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. А сегодня у нас в гостях очень редкий гость. Это Smartisan U3 Pro версия на 4.64. Почему редкий? Да потому что его не в продаже сейчас нигде нет. И вообще обзоров я полноценных на него не нашел. Поэтому хотелось бы сначала снять распаковку, первое впечатление, а потом и снять обзор. Возможно кому-то это будет интересно. Итак, давайте пройдемся сначала по комплектации. Коробка стандартная, куплен он в Эльдорадо. Эльдорадо сейчас торгует китайцами, накатывает прошивку глобальную и дает гарантию. Вот по такому мы не пути прошли. Коробка обычная, здесь транспортировочная пленка, инструкция. Блок. Так, блок, значит, 2 ампера, 5 ватт, то есть обычная зарядка, хотя и здоровая. Кстати, некоторые пишут то, что в нем якобы есть быстрая зарядка. Я, к сожалению, точную информацию пока не раздобыл. Будет обзор, точно скажу. Сам смартфон у нас бордового цвета, вот такого интересного. Цвет мне, кстати, понравился, необычный. По органам управления, внешнему виду, сейчас пройдемся, значит, это их логотип, такой молоток. Две камеры, камеры, кстати, тут интересным образом предоставлены. Здесь 12 плюс 5 мегапикселей, ну 5 это в боке, а фронтальная 16. Ладно, пойдем дальше. Значит, вот по задней спинке она стеклянная, по бокам железо, алюминий. Это кнопка включения, регулировка громкости. Здесь датчик шума. По этой кнопке я подробнее остановлюсь, ее можно настраивать, но в дефолте она как заметки настроена. Две сим-карты. Спереди у нас, как по мне, спереди выглядит просто потрясно. То есть, минимальные рамки, минимальные по бокам. И самое главное, дисплей. Хоть здесь дисплей не AMOLED, а IPS, диагональ дисплея 599, разрешение 2160 на 1080. Но, несмотря, повторюсь, на IPS дисплей, он мне понравился очень сильно. То есть, никакой инверсии цветов. Яркий, сочный. Все здесь хорошо. Но, подробнее, хочется остановиться на прошивке. Несмотря на то, что он куплен официально и должны прилетать обновления, здесь до сих пор стоит Android 7. И сама оболочка весьма интересная. По привычке здесь смахиваем, а тут у нас только уведомления. А включается у нас шторка и все остальное. Вот таким взмахом я настроил жесты. Ну, то есть, кнопка многозадачности. Например, хотим добавить яркости, да? А где же у нас яркость? Яркость никак не добавить. Ну, то есть, это очень непривычно. Не знаю, кто-то вспомнит или нет, такие телефоны или эко. У них была очень похожая оболочка. Таким образом. И, допустим, просто, чтобы настроить яркость, да? Вот яркость мы хотим. Вот. Нам приходится в настройки заходить. Экраны, шрифты. И вот. Это, кстати, максимальная яркость. Как по мне, это, мягко говоря, неудобно и непривычно. По поводу жестов. Жесты точно такие же, как в Самсунге. Этот жест назад. Вот сейчас, допустим. Вот. Жест назад. Это домой. А этот жест многозадачности. Не знаю, как кому. Мне, по-первых, это было крайне непривычно. Я им уже пользуюсь просто некоторое время. Сейчас, конечно, привык. Но зачем? Я не понимаю. Ну, привыкли же все так. Это удобно. Реально. Тут все настройки. Тут яркость. Многозадачность. Отдельная кнопка делается. Зачем здесь делать шторку? Я что-то не понял этого. По поводу этой кнопки. Ну, это удобно. Многие телефоны уже такое применяют. Отдельную кнопку под свои нужды. Ну, вот тут, допустим, заметки сделали. Нажимаем. Вот. Ну, и что-нибудь там написать. Ее можно перенастроить. По поводу прошивки дальше пойдем. Так как она реально крайне необычная. Даже в настройках. Настройки, да? Так. Давайте по всем пунктам пройдемся. Ну, полет это неинтересно. Wi-Fi подключен. Выключен. Его можно и настраивать с кнопки многозадачности. GPS. Дополнительные настройки. Ну, здесь тоже. А, вот, кстати, по поводу прошивки глобальной. Зачем делать вот такую вещь? Оплатать телефона только в Китае. Ну, то есть, NFC будет работать только в Китае. Это уже явные намеки на то, что телефон полусерый какой-то. То есть, Eldrada купила, накатила какую-то прошивку, которая не обновляется. И вот такие вещи сделали только для Китая. Так мы же купили в России. Зачем вообще вот это делать? Я, кстати, натыкался на один обзор вот этого телефона. Человек его хаял. Ой, наоборот, не хаял. Хвалил. Это такой отличный телефон. Все у него супер. Глобальная версия. Обновление приходит. Обновление не приходит. Я не знаю, зачем он это сделал. Может, ему заплатили. Ну, рекламировать его также не буду. Не говорить буду, кто это. Биг Бэнк. А что за Биг Бэнк? Да, тоже для России. И вот, обратите внимание. Глобальная прошивочка. И тут все какая-то китайщина. Распознавание текста и так далее. Распознает он текст. Распознает он текст. Внимание. Только китайский. И представляете? И распознает, но таким образом. Допустим, китайский... Один китайский, но другой... Вот я не знаю, как вам объяснить. То есть, смысла в этом вообще никакого нет. Вот. То есть, это меню вообще можно было вырезать. То есть, оно для России никакого смысла не имеет. One Step. Что такое One Step? Ну, смотрите, что это такое. С помощью One Step вы можете перетаскивать данные с одного приложения или контакта в другое, что позволяет экономить время переключения. Вы поняли, что это такое? Честно говоря, я даже сейчас на паузу нажал. Я пытался дома, когда сидел с этим разбираться, так и, честно, не разобрался, если... Вот это как сейчас убрать? Ё-моё. А, это я то, что One Step этот включил, что ли, или чё? Так, секундочку, господа, прямо с вами сейчас разберёмся. Ага, да. А, слушайте, вот что это такое. Это по бокам ярлыки вылазят, то есть, для удобства якобы. То есть, можно приложение прямо отсюда запускать. Некое подобие изогнутого дисплея в этом, в Samsung S8, S9 и так далее. Ну, как я думаю. Вот, может, но это не точно. Заметки. Зачем отдельно в меню делать заметки? Это же ярлычок отдельно сделан. То есть, ничего такого. Вот это заметки, как заметки. Тема обои значки, это ничего такого. Экран запуска. Ну, вот это интересно. В меню сделали, можно либо делать оболочку Smartisan, да, либо Android. Ну, это перезагружать надо. То есть, стандартный Android. То есть, здесь как вторая оболочка, стандартный Android. Как у Google Pixel и так далее. Ну, это интересно. Ну, давайте продемонстрируем. Сейчас на стоп нажму. Тик. Окей. Стоп. Так, я его перезагрузил. Не понял. Господа, я что-то немного не вкурил. Ничего не изменилось. Странно. Очень странно, честно говоря. Так, ладно, с этим еще разберемся. Дальше. Кстати, не сказал по поводу процессора. Здесь процессор Snapdragon 660, Adreno 512. Ну, и аккумулятор 3500. По поводу аккумулятора держит хорошо, потому что здесь, по-моему, половина сервисов вырезана. И держит он довольно-таки неплохо. Но это первое ознакомление. Пока не будем вникать. По поводу динамика. Он громкий. Ничего выдающегося такого нет. Он довольно-таки громкий. Вибрация приятная. На этом тоже пока останавливаться не будем. Управление одной рукой. То есть, это жесты. Жесты исполнены таким образом. Назад, домой, многозадачность. Горячие клавиши. То есть, можно настраивать. Ну, это вот оболочка такая. То, что она широко позволяет настраивать возможности телефона. Поэтому вот и такая вещь есть. Это тоже, в принципе, относительно стандарта. Ну, и остальное. Все обычное. Кроме, вот я повторюсь. Вот Android 7.1.1. Он не обновляемый. И прошивка. Вот эта вот версия системы 4.1.1. Это китайская версия. Вот такая штука. Статус. Заряд не заряжает. 62%. Ну, ладно. И давайте пару снимков сделаем. И видеоролик. Камера. Камера в светлое время суток мне очень понравилась. При темном. Темного время суток. Здесь нет режима ночи. Поэтому снимки получаются смазанными и шумами. Ну, даже вот в помещении. Как вам такое? По-моему, хлам. По поводу видео. У видео есть электронная стабилизация. Звук пишет хорошо, но стабилизация ужаснейшая. Сейчас я немножко пройдусь и вам продемонстрирую. Звук пишет хорошо, но стабилизация ужаснейшая. Сейчас я немножко пройдусь и вам продемонстрирую. 30 кадров в секунду, как вы понимаете снимает, стабилизация электронная режет угол и при опять же недостатке света желейные и такой знаете ли артефакты идут, ну то есть дергается сама картинка, ну это как у всех электронная стабилизация, но тем не менее у современных телефонов, у того же Honor View 20 который я снимал, стабилизация значительно лучше электронная и дерганий там по минимуму призюме впечатление пока по телефону неоднозначно я с ним ходил честно скажу всего лишь полтора дня, нужно больше я хочу полный обзор сделать и с играми и с примерами фото, видео более подробно остановиться на оболочке пока очень все неоднозначно покупали его в Eldorado за 13 тысяч рублей, я после обзора буду его продавать не знаю, тысяч за 7 наверное вот пока у меня вопросы к оболочке ну и Android не обновляемо это такое себе конечно по поводу связи, нареканий никаких кстати не было, симки связь держат уверенно, Wi-Fi 4G вполне себе, все нормально, к этому нареканий нет, как основной телефон конечно я себе такой не взял, но обзор хочется и сделать более подробный чтобы не так поверхностно, а более глубоко не знаю, может кому-то будет интересно если какие-то есть вопросы, кто хочет купить такой телефон пишите в комментариях, проверю сниму на видео и постараюсь ответить более подробно на этом пока все подписывайтесь на канал, ставьте лайки пишите комментарии все спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!